АПЛОДИСМЕНТЫ Хотя и называют анекдоты юмор взаймы, но все артисты их рассказывают. Я не исключение. Вот сегодня такой вспомнил для вас анекдот. У артиста накануне ответственной премьеры спектакля пропал голос, перепробовал все средства, народно-ненародно, ничего не помогает. Жена говорит, как же я забыла, а? Над нами этажом выше поселился фониатор. Это врач, который занимается голосовыми связками. Да к нему поднимись, он тебя на ноги быстро поставит. Тот поднимается, звонит в дверь этого врача, открывает его жена. Тот говорит, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а ваш муж дома? Она говорит, нету, заходи. Да, все артисты рассказывают анекдоты. У каждого, конечно, своя манера. Очень интересно рассказывает Михаил Боярский. Одна молодая актриса, ну, очень молодая актриса, говорит, ну, знаете, я чувствую себя шляпой Боярского. У нее, мы спрашиваем, почему? Меня нигде и никогда не снимают. Смешной и оригинальный рассказчик Юра Гальцев. Он недавно рассказал анекдот. Я от него как бы вам и передаю. Еханый бабань, обалдеть. Ну, в общем, идет тренировка по плаванию. В бассейне женская сборная. Тренер говорит, девочки, девочки, хватит отдыхать. Все, в бассейн. Тренер говорит, ну, плохо, плохо пока. Давай еще разок. Тренер говорит, ну, девчата, ну, что вы, как вареные курицы. Давай еще разок. Тут голос с трибуны. Бабушка говорит, сыночек, можно я попробую? Что попробуешь? Заплыть. Да ну, бабка, еще утонешь, отвечает за тебя. Ну, сыночек, ну, один разочек. Ну, ваш старость. Ну, ладно, бабка, плыви. И мировой рекорд. Тренер говорит, обалдеть, бабуля, ты откуда такая взялась? Ты понимаешь, внучок, я в молодости в Венеции девочкой по вызову работала. Очень своеобразно рассказывает анекдоты Геннадия Хазанов. Ну, прям очень своеобразно. Анекдот. Два старых друга, Абрам и Мойша, Поспорили, кто меньше подаст нищему. Меньше. Абрам достает самую мелкую монетку, копеечку, бросает нищему в шапку, смотрит на Мойшу. Мойша говорит. Мойша говорит. Это за двоих. Ну, безусловно, конечно, король жанра не коронованный, правда, но все же Игорь Моменко. Я ненавижу этот проклятый алкоголизм. Как не выпью, попадаю в вытрезвитель. Вчера, думаю, не, не пойду никуда. Выпью дома. Разделся, лег по раздеяло. Выпил бутылку водки и уснул. Просыпаюсь, вытрезвили, тебе велели. Говорю, как я сюда попал? Я же пил дома один под одеялом. А полицейский говорит. Ты, придурок, мы тебя в этом одеяле взяли, когда ты за добавкой шел. Публика неиство стволовала. Следующий анекдот от Ефима Шифрина. Тут одна женщина приходит к врачу, говорит, доктор, меня не устраивает мой бюст в районе груди. Мне нужно как-то, знаете, как-то повыразительнее. Доктор говорит, ну мы здесь этим и занимаемся. Ложитесь на операцию, потом реабилитация три месяца. А на них какие три месяца? Мне вечером на дискотеку. Врач говорит, подождите, милая моя, я вам до вечера что сделаю? Нет, ну могу, конечно, туда вставить два шарика надувных. А подмышки вот сюда и сюда, какие-нибудь грушки, насосики. И от грушек трубочки к шарикам. Чтоб вы сами могли корректировать. Не знаю, каким-то таким образом. Незаметно да нужно и в данный момент выразительности. Она говорит, а что, пойдет. И он ей поставил это устройство, она сразу на дискотеку, видит там объект стоит, скучает у стеночки. Мужчина, добрый вечер. Между прочим, белый танец. Я надеюсь, вы танцуете? Она говорит, ну а что, конечно, танцую. Тем более, я вижу, мы с вами у одного доктора лечимся. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...